МАФИОЗИ Несколько человек в правительственных верхах задумали и осуществили настоящий путь. Я знаю от одного из крупных мафиози, что у ЦРУ в то время были проблемы с мафией. Не все в мафии приветствовали предложение убить президента Кеннеди. Как мог глава лучших в мире правоохранительных органов в день убийства с такой уверенностью заявить, что никакого заговора нет, и Кеннеди был застрелен убийцей-одиночкой Ли Харви Освальдом? Тело Кеннеди было доставлено в госпиталь для вскрытия гораздо раньше, чем туда приехал лимузин с официальным гробом. Было необходимо подменить мозг Кеннеди, так как две трети его мозга вылетели через огромную рану в задней части головы. Им необходимо было сделать все возможное, чтобы не осталось медицинских доказательств выстрела спереди. Я ушел из комиссии, когда понял, что комиссия не намерена узнать всю правду об этом убийстве. Я привез несколько стволов в Даллас, Техас. Зачем? С одной единственной целью – убить президента США Джона Кеннеди. Это город Даллас, штат Техас. А это дорожная развязка называется Дилиплаза. Здесь 40 лет назад, 22 ноября 1963 года, на глазах сотен людей был смертельно ранен президент США Джон Кеннеди. Через несколько минут его привезли в этот госпиталь – Парк Лэнд. Здесь через полчаса он, не приходя в сознание, скончался. Менее чем через два часа в самолете на пути из Далласа в Вашингтон, вице-президент Линдон Джонсон принял присягу и стал новым президентом США. По указанию президента Линдона Джонсона, была создана комиссия по расследованию убийства его предшественника. Комиссию возглавил верховный судья США Эрл Уоррен. Она вошла в историю как комиссия Уоррена и проработала 9 месяцев. Комиссия опросила около 700 свидетелей, изучила все имеющиеся улики. Через 9 месяцев в Белом доме Уоррен лично вручил президенту увесистый том, результаты и выводы расследования. Они были просты и чрезвычайно удобны для правительства и лично президента Джонсона. Они содержали важнейший вывод – никаких свидетельств о наличии заговора с целью убийства президента Кеннеди не существовало. Наоборот, все улики и свидетельства указывают на то, что убийца Ли Харви Освальд действовал в одиночку и по своей собственной инициативе. Ли Харви Освальд произвел три выстрела вот из этой винтовки. Две пули попали в цель, одна прошла мимо. Мотивы убийцы просты и понятны. Граничащая с болезнью зависть к талантливому, яркому и счастливому соотечественнику, злой и неуравновешенной посредственности, к тому же страдающей манией величия. Джонсон сердечно поблагодарил комиссию. Правительство США признало объявленные результаты единственно верными. Суда над Ли Харви Освальдом и приговора не было. Через 36 часов после убийства президента Освальд сам был застрелен в упор внутри главного полицейского управления Далласа, владельцем стрип-клуба и патриотом Джеком Руби. Дело было закрыто. Комиссия распущена. Летели годы. Научно-техническая революция кардинально изменила мир. С распадом СССР закончилась холодная война, продолжавшаяся почти 50 лет. США участвовали в десятках военных конфликтов по всему миру. Испытывалось все более мощное термоядерное оружие. Но, несмотря ни на что, американцы, так же, как и 40 лет назад, продолжают искать ответ на вопрос. Кто убил президента Кеннеди? Более 80% американцев считают, что тайна убийства Кеннеди не раскрыта до сих пор. У этих людей разные имена и разные судьбы. Каждый из них прожил или продолжает жить своей собственной жизнью так, как это позволено в свободной Америке. Но есть нечто, что их объединяет. Убийство президента США Джона Кеннеди. Ли Харви Освальд. Человек, который был назван убийцей президента Кеннеди, и чье имя навсегда вошло в историю самых тяжких преступлений против Америки. Однако с течением времени стали известны факты, которые полностью разрушают официальную версию о том, что Освальд был убийцей-одиночкой. Вернемся ко дню убийства Кеннеди. 22 ноября 1963 года, когда, по версии комиссии Уоррена, с шестого этажа склада школьных учебников Ли Харви Освальд стрелял в президента. С арестом Освальда связана очень странная цепь событий. Освальд был арестован совсем за другое преступление. Убийство полицейского офицера Типпета. Вот на этом тихом перекрестке окраины Далласа. Профессор Джеймс Фетцер занимается расследованием убийства в Далласе. Опубликовал несколько книг на эту тему, читает курс лекций, посвященных неправительственному расследованию убийства Кеннеди. Убийство Кеннеди произошло примерно в 12.30. Уже через 20 минут после убийства полиция объявила по радио приметы разыскиваемого убийцы, которые имели прямое сходство с Освальдом. В час дня было объявлено, что президент мертв. В час десять был застрелен офицер Типпет. Через несколько минут после этого Освальд вбежал, не заплатив за билет в кинотеатр Тексас. Это заметил продавец обувного магазина по соседству. Когда информация о безбилетнике дошла до полиции, то несколько десятков полицейских машин и невероятное количество полицейских рванули к кинотеатру на арест Освальда. Уже во время ареста они кричали «Убийца президента!». На вопрос одного из присутствующих, кого они арестовывают, они отвечали «Освальда!». Хотя при задержанном было два удостоверения личности. Одно на имя Алика Хайделла, другое на имя Ли Харви Освальда. Его привезли в полицейский участок, и уже в полицейском протоколе, составленном в час сорок, было черным по белому написано, что этот человек стрелял и убил президента Кеннеди, и стрелял и убил полицейского Типпета. Это заявление было сделано до того, как было проведено какое-либо расследование этих убийств. Далласская полиция арестовала того, кого она должна была арестовать. Типпет был застрелен четырьмя выстрелами, тремя в грудь и одним в правый весок. По версии комиссии Уоррена, убийцей был Освальд, но свидетельница, которая стояла через дорогу, сказала, что в Типпета стреляли два человека, и ни один из них не был похож на Освальда. Также на месте происшествия были найдены четыре гильзы от автоматического пистолета, и один из полицейских пометил их своими инициалами. Да, у Освальда при себе был револьвер, но не автоматический, то есть не такой, который выбрасывает гильзу после выстрела. Трудно представить, что кто-то стреляет четыре раза в полицейского и открывает барабан, чтобы оставить улики на месте преступления. Но позже эти вещественные доказательства и другие относящиеся к убийству Типпета видоизменились. Теперь это уже были гильзы именно от того револьвера, который был у Освальда. На гильзах, естественно, уже не было инициалов. Закария Шелтон, агент ФБР. Последние шесть лет занимается частным расследованием убийства президента Кеннеди. Я проработал в ФБР 28 лет. Начинал в лаборатории ФБР в 70-м году. Так вот, я обнаружил лабораторный протокол 23 ноября 1963 года. Все сведения, вся информация, собранная далласской полицией 22 ноября 1963 года, была передана ФБР. Лаборатория ФБР провела анализы, составила отчеты и вернула все вещественные доказательства обратно в Даллас в тот же день. На винтовке, найденной на шестом этаже здания склада учебников, из которой предположительно стрелял Освальд в президента, вообще не было никаких отпечатков. Их не нашли ни на внутренней, ни на внешней стороне винтовки, ни на пулях внутри, ни на гильзах, которые были сложены в кучку рядом с найденной винтовкой. И вдруг в понедельник на винтовке были обнаружены отпечатки пальцев Освальда. Винтовку привезли в морг, где лежало тело Освальда, и приложили его руку к винтовке, чтобы оставить его отпечатки. Директор похоронного бюро, занимавшегося похоронами Освальда, рассказывал, что им было очень трудно убрать с его пальцев и ладони следы краски, которую нанесли на руку уже мертвого Освальда. Ведь после того, как она была приложена к винтовке, нужно было сделать отпечатки на специальной карточке, чтобы показать, что отпечатки совпадают. У меня вызывает большое подозрение и утверждение, что Освальд мог произвести выстрелы, которые ему приписывают из винтовки, которой он якобы пользовался. Это итальянская винтовка времен Второй мировой войны, 6,5-миллиметровая Манлихер Каркана, 2,3 секунды требуется только для того, чтобы передернуть затвор этой винтовки. Причем это весьма тяжелый затвор. Винтовка дергается, и прицел сбивается. Утверждают, что у Освальда был оптический прицел, и это давало ему преимущество при стрельбе. Но с оптическим прицелом требуется больше времени, чтобы поймать цель в перекрестье прицела. Да, улучшается меткость, но идет потеря времени. Поэтому я считаю просто смехотворным утверждение, что Освальд из этой винтовки смог за 6,5 секунд выстрелить три раза, причем два раза попасть в цель. Были вызваны профессионалы-снайперы, чтобы повторить выстрелы Освальда и доказать, что это возможно. Осмотрев винтовку, они отказались это делать. Почему? Они заявили, что винтовка Освальда в нерабочем состоянии. Они попросили сначала починить оптический прицел, который был неточен, курок был очень тугой, и рука срывалась. Винтовку Манлихер-Каркана чуть ли не собрали заново, перед тем, как снайперы согласились просто взять ее в руки, чтобы попробовать повторить рекорд Освальда. Но даже после всего этого они не смогли сделать три выстрела по движущейся цели за этот отрезок времени. В день ареста Освальда подвергли парафиновому тесту. Результат теста на кожу лица был отрицательным. Если бы Освальд стрелял из винтовки в этот день, он был бы положительным. Значит, он не стрелял из винтовки в этот день. Незадолго до полуночи 22 ноября, в день убийства Кеннеди и ареста Освальда, ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве полицейского Типпета и в убийстве президента США Джона Кеннеди. Тогда же впервые было объявлено, что Освальд – коммунист, недавно вернувшийся из Советского Союза, где он прожил несколько лет. Женат на русской. Является членом общества в защиту Кубы и активным сторонником Кастро. Идеальный портрет антиамериканца, непатриота и преступника. Однако во время допроса Освальд не признался ни в убийстве Типпета, ни тем более президента. Он сообщил, что его подставили. Тогда Освальду была предъявлена фотография, найденная якобы в его доме во время обыска. Знаменитые доказательства виновности Освальда, фигурирующие среди документов комиссии Уоррена, под номером 133А. Фотография Освальда с винтовкой Манлихер-Каркана в одной руке и прокоммунистической газетой «Милитант» в другой. Фотография была сделана в саду дома Освальда. Освальд сказал, что такой фотографии у него никогда не было, и что это подделка. Его голова прилеплена к чьему-то туловищу. Джек Уайт – профессиональный фотограф-дизайнер. Занимается частным расследованием убийства президента почти 40 лет. Автор – ряда сенсационных открытий, свидетельствующих о подделках фото и киносвидетельств убийства. Так называемые фотографии Освальда на заднем дворе – это то, что заинтересовало меня в изучении фото и киноматериалов, связанных с убийством Кеннеди. Моим первым серьезным проектом был анализ этих фотографий, на которых Освальд показан с винтовкой Манлихер-Каркана, найденной на шестом этаже здания склада школьных учебников. Кому-то надо было пришить Освальду убийство президента. И что может быть лучшим доказательством, чем показать его с орудием убийства? После нескольких лет анализа этих фотографий я пришел к выводу, что на них имеется более 20 доказательств того, что это фальшивка. Вот лишь несколько несоответствий, которые были обнаружены Уайтом. У человека на фотографии 133А смещен центр тяжести, так что стоять и сохранять равновесие он не может. Он должен или облокотиться на что-то, или упасть. На фотографии 133А Освальд держит голову прямо. Тень под носом показывает на то, что это полдень. На фотографии 133Б Освальд наклонил голову вправо, но тень по отношению к губам остается точно такой же, хотя она должна была изменить угол по отношению к губам. Это означает только то, что одна и та же голова приклеена к туловищу на обеих фотографиях. На второй фотографии она просто наклонена и еще отретуширована. На этих трех фотографиях один и тот же человек Ли Харви Освальд. Фото в центре – это увеличение фотографии в саду дома. Две боковых фотографии – это полицейские снимки Освальда. Освальд все последние годы своей короткой жизни ходил с одним и тем же размером воротника – 36 см. Этой цифре соответствует толщина шеи на фотографиях в день ареста Освальда. Но вот объем шеи на фотографии в саду – 41 см, то есть разница в 5 см. Может, был прав Освальд, когда утверждал, что его голова приклеена к другому туловищу? Наконец, Уайт обнаружил линию под нижней губой, по которой к шее приклеено настоящее лицо Освальда. После этого Уайт указал на разницу в форме подбородка Освальда. Острый на фото справа у настоящего Освальда и почти квадратный слева на подделке. Но одно из самых больших несоответствий – это сама винтовка. Длина винтовки на фотографии не соответствует длине винтовки, которая была найдена на шестом этаже склада школьных учебников. Уайт решил измерить винтовку на фотографии в саду. Но как это сделать? Освальд держит в руке газету «Милитант». Уайт измерил настоящую газету «Милитант» и по отношению к ней измерил винтовку в руках у Освальда. Длина – 96 сантиметров. Винтовка, найденная на шестом этаже склада школьных учебников, которая якобы принадлежала Освальду, хранится в Национальном архиве США. Ее длина – 102 сантиметра. Получается, что Уайт ошибся? В своем отчете комиссия Уоррена среди прочих документов опубликовала копию газеты, по объявлению в которой Освальд купил свою винтовку. Вот оно. Длина – 40 дюймов, то есть 102 сантиметра. Уайт задал вопрос, а почему бы не посмотреть оригинал этого выпуска газеты? Оригинал – вот он. Длина винтовки – 36 дюймов, то есть 96 сантиметров. Уайт оказался прав. Винтовка на фотографии и винтовка, найденная на месте преступления – это две разные модели винтовки Манлихер-Каркану. Цель этих фальшивых фото – доказать вину Освальда. Нужно было показать его с винтовкой Манлихер-Каркана, которая по версии комиссии Уоррена являлась орудием убийства президента, несмотря на то, что это не та винтовка. Какая же в таком случае роль была отведена Освальду? Джеймс Файлз, заключенный Иллинойской тюрьмы. Срок пожизненный. Находится в заключении более 20 лет. Когда вы познакомились с Ли Харви Освальдом? Я впервые встретился с Освальдом. В начале 63-го года. Это правда, что Ли Харви Освальд работал на ЦРУ? Да, у нас даже был один и тот же ведущий контролера ЦРУ, Дэвид Атли Филлипс. Он нас, кстати, и познакомил. Какова была роль Освальда в день убийства? Я думаю, его задачей было оставить улики, чтобы сбить со следа. Я не думаю, что Ли Харви Освальд понимал, что его жизнь в опасности. Сколько, по вашему мнению, выстрелов сделал Ли Харви Освальд? Ли Харви Освальд не сделал ни одного выстрела. Это Роберт Тоненбаум. Человек, хорошо известный не только в Америке, но и далеко за ее пределами. Окружной судья. Мэр Беверли Хиллс. Глава подкомиссии Сената по расследованию убийства Кеннеди в 77-78 годах. Автор многих книг-бестселлеров в США. По поводу Освальда у нас не было никаких установок. Был ли он убийцей-одиночкой, как постановила Вороновская комиссия, или вместе с ним в этом убийстве участвовали и другие, или он вообще ни при чем, и это все дело рук других людей. Что касается возможной роли Освальда в этом убийстве, то, выражаясь юридическим языком, мы не нашли значительных доказательств. Такие свидетельства, как его отпечатки на винтовке и сама винтовка, найденная на месте преступления, неубедительны и сомнительны. Слишком много свидетельств, которые заставляют усомниться в его виновности. Криминалисты говорят, что чаще всего тело жертвы лучший свидетель преступления. Согласно выводам комиссии Ворона, было сделано три выстрела. Один мимо, другой выстрел ранил президента сзади в шею, у основания черепа примерно здесь. Эта пуля вышла спереди, вот здесь, на шее, над галстуком. И это та самая пуля, которая ранила мэра Техаса Коннелли, который ехал в той же машине спереди. Так вот, эта пуля ранила Коннелли в спину, раздробила ребро, задела кисть руки и застряла в левом бедре. Следующая пуля попала президенту в затылок, вот сюда, и вышла вот отсюда, сзади, и проделала дырку в макушке. Это официальная правительственная версия. Пулю, которая якобы вышла из горла Кеннеди и прошила насквозь, сидящего перед президентом губернатора штата Техас Коннелли, назвали волшебной. Почему? Вот схема полета этой пули, представленная комиссией Уоррена. Это прямая линия. Так, по утверждению комиссии Уоррена, летела волшебная пуля. Но в реальности такого быть не могло, и вот почему. Итак, пуля попала в спину Кеннеди и вышла через шею. Вот ее входное отверстие, справа от шеи. Если мы продолжим траекторию полета пули, учитывая, что убийца-одиночка находился сзади, справа от машины Кеннеди, то получится, что пуля в лучшем случае должна была попасть рядом с левой подмышкой Коннелли, а она попала в правую. Для того, чтобы попасть в Коннелли рядом с его правой подмышкой, пули, пробив шею президента, нужно было повисеть в воздухе одну с половиной секунды, резко повернуть направо, пролететь примерно полметра, снова повернуть влево, и только тогда войти в тело Коннелли рядом с правой подмышкой, прострелив пятое ребро, выйти спереди рядом с правым соском, раздробить правую кисть руки и после всего этого застрять в левой ляжке. Комиссия Уоррена проигнорировала это заявление одного из главных свидетелей убийства, как и заявление многих других важнейших свидетелей. Но почему комиссия Уоррена заставила одну пулю проделать такую неправдоподобную и большую работу ранить сначала Кеннеди, а потом трижды Коннелли? Потому что комиссия не могла допустить четырех выстрелов. Только три. Даже самый фантастический снайпер не сумел бы выстрелить из найденной Манлихер-Каркана за шесть с половиной секунд четыре раза, даже не целясь, а просто передергивая затвор. Шесть с половиной секунд. А именно столько прошло от первого выстрела до последнего. Вернемся к лучшим доказательствам. Ранениям президента Кеннеди. Первыми Кеннеди смотрели врачи госпиталя Паркленд в Далласе, куда его привезли через несколько минут после ранений. Это доктор Дэвид Мантик, известный физик и врач-радиолог. Он ведет частное расследование медицинского аспекта убийства Кеннеди более десяти лет. У меня нет сомнений, что в голову Кеннеди вошла пуля сзади, но был еще один выстрел в голову, спереди, справа от президента. Пуля от него вошла выше его правого глаза и ниже линии волос. В день убийства врачи госпиталя Паркленд дали интервью. Они сказали, что в Кеннеди стреляли спереди и что выходное отверстие, которое всегда больше, явно находится сзади. Я начал изучать рентгеновские снимки черепа Кеннеди десять лет назад. Мое заключение, что выстрел спереди, я убежден, что в голову Кеннеди попало две пули. Одна сзади справа, как и утверждает комиссия Уоррена, но после этого другая спереди. Вот самое главное разногласие. Был не один выстрел в голову, а два, и один из них был спереди. Буквально через час после убийства агенты Сикрет Сервис забрали тело президента, нарушив американский закон, по которому вскрытие должно проводиться в том же штате, где произошло преступление. Тело погрузили в самолет и вывезли в Вашингтон, в военно-морской госпиталь Бефезда, расположенный в пригороде столицы. Вскрытие началось поздно ночью. Врачи в Далласе утверждают, что дыра в черепе находилась в правой задней части головы и была размером с апельсином. С другой стороны, в Бефезде на вскрытии обнаружили, что она начиналась гораздо ниже и шла гораздо выше, то есть была больше и доходила почти до весны. Значит, что-то произошло между двумя госпиталями. Я не могу сказать, где это было сделано, но зачем делать изменения в теле президента? Есть один возможный ответ, и он очень прост. Нужно было избавиться от медицинских свидетельств, которые могли всплыть во время расследования. Что это за свидетельства? Это осколки пуль. Если бы были найдены осколки пуль, которые не соответствовали пулем из винтовки Освальда, то все доводы комиссии Уоррена были бы разнесены в пух и в прах. Никто бы уже не поверил, что Освальд – убийца-одиночка. Но каким образом и кто мог внести хирургические изменения в тело президента, если во время полета рядом с гробом находилась жена убитого – Жаклин Кеннеди и ближайшие помощники президента? На вскрытии Кеннеди рентгеновские снимки делал работник Бефезды Джо Кастер. Я знаю его лично. Много раз встречался с ним. Джо Кастер рассказал интересную историю. После того, как он сделал серию снимков на вскрытии, он и его помощник пошли их проявлять. Для этого им нужно было спуститься на первый этаж и пересечь главный вестибюль больницы. Когда они спускались к главному вестибюлю с отснятыми снимками президента, то увидели, что Жаклин Кеннеди только приехала и вошла в вестибюль. Но как это было возможно? По официальной версии Жаклин приехала в том же лимузине, где находилось тело Кеннеди. Тогда невозможно, чтобы Кастер уже сделал рентгеновские снимки тела Кеннеди и с ними в руках шел их проявлять. Это невозможно. Но рассказ Кастера соответствует показаниям других свидетелей. Многие свидетели подтверждают, что когда лимузин с официальным гробом подъехал к главному входу, Жаклин вышла из него и сразу вошла в госпиталь. Но тело Кеннеди уже давно было на вскрытии. Врачи в Далласе, которые клали тело Кеннеди в официальный гроб, завернули его в обычную простыню. Но врачи в Бефезде утверждают, что тело прибыло в темно-сером пластиковом мешке и в обычном цинковом гробу. Что же все это означает? Для чего были проделаны все эти подмены? Фальсификации фотографий. Изменения в мертвом теле президента. Вывод может быть только один. Это было сделано, чтобы убрать улики, которые свидетельствовали о том, что в президента стреляли не только сзади, но и спереди. И в голову попала не одна, а две пули. Комиссия следом за устроителями убийства скрывала заговор. Но чей? Кто были настоящие убийцы? Кому была выгодна смерть президента? Кто планировал убийство и потом так тщательно и умело заметал следы? Комиссия Уоррена была частью операции по сокрытию заговора. Комиссия была создана Джонсоном, которого я считаю одним из заговорщиков. Ее единственной целью было показать, что Освальд убил президента. Итак, первое имя в списке подозреваемых произнесено. Линдон Джонсон, вице-президент, а после убийства Кеннеди президент США. Это ужасное время для всех людей. Во время предвыборной кампании Кеннеди в 60-м году Джонсон знал, что Кеннеди рассматривает три кандидатуры на пост вице-президента. Знал и то, что его среди них нет. Но вдруг все изменилось. Джонсон выступил и сказал, что собирается идти на выборы вместе с Кеннеди в качестве кандидата на пост вице-президента. Это предложение мне сделал сам Кеннеди, и я согласился. Все были в шоке, когда Линдон Джонсон присоединился к избирательной кампании Кеннеди в качестве вице-президента. Было известно, что Кеннеди очень его не любил и не хотел, чтобы Джонсон был его вице-президентом. Есть доказательства, что Джонсон добился этой позиции, шантажируя Кеннеди. А компромат на Кеннеди дал ему директор ФБР Гувер. Загнанный в угол Кеннеди успокаивал себя. Я не собираюсь умирать во время пребывания в должности президента. Так что это вице-президентство ничего не значит. Джонсон думал иначе. Он сказал своей помощнице буквально следующее. Я пролистал учебник американской истории. Каждый четвертый президент не доживал до конца своих полномочий. Я игрок, и это единственный шанс, который у меня есть. С Джонсоном, как с вице-президентом, всегда согласовывался маршрут движения кортежа президента. Так было и на этот раз в Далласе. Но было и нечто необычное. Всего за несколько дней в давно утвержденный маршрут было внесено одно крайне подозрительное изменение. Первоначально Кеннеди должен был ехать под Дидли-Плаза прямо. Но Джонсон с разработчиками маршрута решили, что Кеннеди целесообразнее будет свернуть сначала на Хьюстон направо, а потом на Элм-стрит налево. Простое поменяли на более сложное. Но почему? Из-за этого изменения маршрута на коротком отрезке машине нужно было сделать два крутых поворота, что противоречило всем стандартам безопасности президентских маршрутов. Служба безопасности не провела никаких подготовительных мер. Президент был практически незащищен. Он был открыт для стрельбы со многих позиций на этом перекрестке. Машина сбрасывала скорость до 20 км в час. По воспоминаниям любовницы Джонсона Мэдалин Браун, матери его внебрачного сына, вечером 21 ноября 1963 года, то есть за 18 часов до убийства президента, Мэдалин была в Далласе на вечеринке. Там присутствовали нефтяной мультимиллионер Хант, директор ФБР Эдгар Гувер и другие. Приехал Линдон, который хоть и находился в Далласе со вторника, но был очень занят. Все они уединились за закрытыми дверями в соседней комнате. Потом вернулись. Линдон подошел ко мне. Его лицо было красным. Он наклонился ко мне и тихо прошептал на ухо. Спослезавтра эти сукины дети, братья Кеннеди, уже не смогут издеваться надо мной. Этот ублюдок мафиози Джон Кеннеди уже никогда не сможет меня оскорбить. На следующее утро 22 ноября в аэропорту Далласа Джонсон по свидетельствам очевидцев пытался отговорить своего близкого друга губернатора Коннелли садиться в машину с президентом по непонятным причинам. Но Коннелли не послушался. Когда все уже было кончено, поздно вечером 22 ноября, прибыв в Белый дом в день убийства президента Кеннеди, новый президент Линдон Джонсон после короткой встречи с журналистами распорядился, чтобы вещи и документы Кеннеди были вынесены из Белого дома к 9 часам утра следующего дня. После чего он повалился на постель Кеннеди и в окружении своих помощников стал смотреть новости. Прибытие в Вашингтон гроба с телом Кеннеди и свою собственную речь. Но был ли Джонсон единственным влиятельным врагом Кеннеди? Эдгар Гувер, хозяин ФБР на протяжении 50 лет, начиная с 1924 года. Его ненавидели, боялись и пытались сместить шесть президентов США. Безуспешно. Гувер опасался, что братья Кеннеди отправят его в отставку после следующих выборов. И у него была информация, что это так и может произойти. До этого он держался только благодаря умению использовать возможности директора ФБР. Собирал досье на видных политических деятелей и членов правительства США, в основном с сексуальным компроматом, что позволяло ему оказывать сильное влияние на деятельность американского правительства. Что делает Джонсон, придя к власти? Он дает Гуверу гарантии в том, что тот останется на посту директора ФБР до конца жизни, даже если он доживет до ста лет. За что такая благодарность? У Гувера были свои люди в руководстве ЦРУ. Они, после того, как все было сделано, помогли спрятать концы в воду. Гувер был тем человеком, который во время своего пребывания на посту директора ФБР сам назначал всех директоров ЦРУ. Итак, названо еще одно имя. Хозяин ФБР – Эдгар Гувер. У братьев Кеннеди и директора ФБР Гувера было много серьезных причин ненавиден друг друга. Например, Кеннеди прекрасно знал, кто именно помог Джонсону стать вице-президентом, предоставив тому компромат на Кеннеди. Другой причиной была мафия. При поддержке брата новый министр юстиции Роберт Кеннеди начал методическое уничтожение мафии. У Гувера были деловые отношения со многими боссами мафии. С такими, как Карлос Марчелло, Джо Костелло, Сэм Джанкана, Санто Страфиканте и другими. Мафия добывала Гуверу компромат на политиков любых рангов и подсказывала азартному игроку в тотализатор Гуверу номера выигрышных лошадей. В ответ Гувер смотрел на дела мафии сквозь пальцы. Половину моей карьеры я занимался мафией, «Я знаю, как была сильна мафия в 50-х, 60-х годах. Я не сомневаюсь, что истоки их влияния и силы были в том, что ФБР их не преследовало. Единственное время, когда их прищучили и они почувствовали на себе пристальный взгляд, это с 60-го по 63-й год. Прижал их Роберт Кеннеди. После смерти Джона Кеннеди хватка на горле мафии ослабла, и такое сквозь пальцы отношение к мафии продолжалось до тех пор, пока не умер Гувер. Возможно, причины для убийства Кеннеди возникли еще до избрания его на пост президента. Он выиграл с очень небольшим преимуществом, и ходили слухи, что клан Кеннеди вошел в соглашение с мафией. Но если и было такое соглашение, то это было соглашение Джо Кеннеди, отца Джона и Роберта. А они никогда не согласились бы на что-нибудь подобное. Джо Кеннеди сделал свой многомиллионный капитал в 30-е годы, во времена сухого закона, на нелегальные продажи алкоголя. Можно догадаться, что невозможно заниматься подобным бизнесом без связи с мафией. С того времени у него и установились прочные отношения с мафией. После очередных неприятностей улаженных мафии Джозеф Кеннеди пообещал чикагскому боссу мафии Сэму Джанкане, что если сын Джон станет президентом, то он станет надежным человеком Джанканы в Белом доме. 8 ноября 1960 года на выборах президента голосовало почти 90 миллионов американцев. Кеннеди победил своего главного соперника Никсона с разрывом всего в 120 тысяч голосов, что составляет одну десятую процента. Мизерный перевес. Но и этого перевеса помогла достичь мафия. Договор с мафией заключался в следующем. Мафия сделает все возможное, чтобы добиться хоть небольшого перевеса в одном из самых главных штатов Америки. И этого перевеса мафия из Чикаго добилась в штате Иллинойс. Когда боссы мафии смотрели инаугурацию нового президента Джона Кеннеди, то многие из них полагали, что в Белый дом наконец пришел полностью свой человек. Человек, чья семья им многим обязана. Однако сразу после переезда в Белый дом Кеннеди назначил своего брата Роберта министром юстиции США. А Роберт Кеннеди тут же опубликовал список 30 самых разыскиваемых и опасных мафиози Америки. Под номером один в списке значился Сэм Джанкана. Роберт Кеннеди сильно нажал на мафию, а отец Джо Кеннеди фактически пообещал им Белый дом. Помогите с выборами моему сыну и Белый дом ваш. Но пришел Роберт Кеннеди и они почувствовали себя обманутыми и преданными. Как это? А как же Белый дом наш? За Сэмом Джанканой по всей стране и за рубежом неотступно следовали агенты ФБР. Жизнь Джанканы превратилась в ад. В середине 61-го года Джанкана приехал в аэропорт Чикаго, чтобы вылететь в Нью-Йорк. А в зале его уже поджидали верные попутчики, агенты ФБР. Нервы Джанкана не выдержали. Он закричал «В гробу я видел вашего Гувера. Плевать я хотел на вашего супербосса и на вашего супер-супер-босса. Вы знаете, кого я имею в виду. Я имею в виду братьев Кеннеди». Когда Гуверу доложили об этом инциденте, он пришел в страшное волнение. Если Дон и мафии заговорят, это может закончиться для него не только отставкой, но и тюрьмой. Надо было действовать. Союз Гувера с крестными отцами представлял собой гремучую смесь. Опасную для президента. Союз Гувера Союз Гувера Союз Гувера Союз Гувера Союз Гувера Союз Гувера Союз Гувера